Всем привет! В этом видео я вам покажу и объясню, как связать теплую красивую шапочку. Мастер-класс очень подробный и попетильный. Под видео будут установлены тайм-коды, по которым вы легко можете перейти в любой этап обучения. В комплект к шапочке у меня на канале Душевное Рукоделие есть подробное описание вот таких красивых варежек. Ссылка есть вверху и под видео. Также на моем канале есть мастер-класс на этот узор. Ссылка также есть вверху и внизу в описании под видео. Заходите на мой канал Душевное Рукоделие, подписывайтесь, ставьте лайк, вас ждут новые видео. Вязала я шапку из пряжи Нака в 2 нити. Цвет пряжи под номером 10639 100 граммов 200 метров, 25% полиамида и 75% шерсти. Вязала на размер 57, подходит и на размер 55-56. Вот у меня остатки пряжи, каждые по 30 грамм. То есть осталось 60 грамм от 200 грамм. Ушло у нас 140 грамм. Для вязания шапочки вам понадобится счетчик рядов, но он не обязательный, если есть, то будет хорошо. Сантиметровая лента, маркер, ножницы. И для набора петель нам понадобится спицы 3 миллиметра, леска 60 сантиметров. А для основного узора нам понадобится спицы 4 миллиметра, длина лески 40 сантиметров. Вы можете использовать разную длину лески или же вязать челочными спицами. Для начала вам нужно связать узор. По нему у меня есть подробный мастер-класс. Ссылку прикреплю в описании под видео. Рапорт узора составляет 6 петель в длину и 4 ряда в высоту. Чтобы определить, сколько петель нам надо набрать, для этого нужно рассчитать, сколько петель в 1 сантиметре узора. Для удобства я отмечаю булавкой границы, внутри которых я буду измерять. Узор хорошо тянется, поэтому, когда я измеряла, я его слегка растянула. У меня получилось 12 петель, это 9,5 сантиметра. И я 12 петель делю на 9,5 сантиметра. У меня получается 1,26 петли в 1 сантиметре узора. Теперь нужно измерить обхват головы. У меня 57 сантиметров. И чтобы определить, сколько нам надо петель для шапки, нужно 57 сантиметров умножить на 1,26 петель. Получается 72 петли. Я буду набирать фабричным способом, используя дополнительную нить. Для этого метода я буду использовать спицы на размер меньше тройку и с леской 60 сантиметров. Вы можете вязать пятью спицами чулочными, номер 3. Либо взять леску меньше, так же спицами номер 3. Там леску 40 сантиметров или 80-100, там уже будет немного сложнее, дольше вытягивать. Я буду использовать 60 сантиметров леску. Нам нужна дополнительная нить, она у меня будет зеленого цвета, и основная нить. В правую руку я беру спицу и зажимаю дополнительную и основную нить. Далее соединяю указательный и большой палец и пропускаю их, опускаю пальцы между нитями, раздвигаю, захватывая нить. Каждую свою большой палец захватывает дополнительную, а указательный захватывает основную нить. Начинаем набор петель. Я буду набирать в два раза меньше петель для фабричного набора. То есть, если мне надо для шапки 72 петли, то в два раза меньше это будет 36 петель. Набираю 36 петель и плюс одну петлю для соединения вязания в круг. Завожу спицу снизу вверх в петлю большого пальца. Далее захватываем основную нить от указательного пальца и спицу опускаю в петлю большого пальца. Снимаю нить с большого пальца и затягиваю. Первую петлю мы сформировали. Повторяем. Завожу спицу в петлю большого пальца снизу вверх. Захватываю основную нить от указательного пальца. Опускаю в петлю большого пальца. Снимаю нить и затягиваю. Захватываем дополнительную нить основную. Снимаем с большого пальца и затягиваем. Так мы вяжем самостоятельно каждое свое количество петель. Набрала 36 петель и плюс одну петлю для соединения в круг. И обратите внимание, значит кончик дополнительной нити короткий в начале вязания, а заканчиваем конец вязания мы оставляем нитку длиннее. Это нам нужно для того, чтобы знать, где начало ряда, а где конец ряда. Разворачиваем вязание. Теперь примерно посередине нужно вытащить леску. То есть у нас нить отходит от правой спицы, а левую мы вводим вовнутрь. Правую вытягиваем. Берем основную нить и продолжаем также вязать спицами 3 мм. Перед началом вязания нам нужно выправить все петли, чтобы они не были прокручены и чтобы бороздки находились внутри. Первую петлю мы просто переснимаем. Перед ней стоящую петлю мы надеваем на переснятую петлю, то есть соединяем в круг вязания. Также мы вставляем левую спицу, правую вытягиваем. Теперь мы начинаем вязать. Вяжем первый предварительный ряд. Делаем накид и следующую петлю нам надо провязать лицевой. И смотрим, как мы будем провязывать лицевую. Если рассмотреть петлю, у нее есть левая стенка, правая стенка. Мы провязываем лицевые и изнаночные петли за правую стенку. Соответственно, правая стенка находится ближе к нам. И поэтому мы ее будем провязывать за переднюю стенку. Делаем накид и также смотрим, значит, петля у нас расположена, правая стенка впереди. И поэтому провязываем за переднюю стенку лицевую. Накид делаем и повторяем лицевую за переднюю стенку. Так провязываем до конца этой спицы. Дальше покажу вам, как надо вязать. Довязала до конца спицы. Вот последнюю провязываю лицевую на этой спице. Далее мы разворачиваем вязание. И вот левую спицу мы вводим вовнутрь. Тут у нас кольцо такое образовалось. Правую вытягиваем. Продолжаем также вязать накид и лицевая. Вяжите самостоятельно до конца. Вот я довязала первый предварительный ряд. Подтягиваем концы нити. Далее разворачиваем вязание. Левую спицу вводим вовнутрь. Правую вытягиваем. Берем нить и вяжем второй предварительный ряд. Первый это у нас накид. Накид мы провязываем изнаночной. Нить у нас перед спицей. Вводим спицу в накид. Захватываем нить от клубка. Вытягиваем петли. Снимаем со спицей и затягиваем. Далее у нас лицевая. Ее мы не будем провязывать лицевой. А просто снимаем нить от клубка за спицей. Далее изнаночную. Нить у нас идет перед спицей. Провязываем изнаночную. Лицевую мы просто переснимаем. Нить у нас находится за спицей. Опять изнаночную. Провязываем за переднюю стенку. Лицевую мы просто переснимаем. Нить у нас за спицей. Так мы вяжем до конца ряда. Я провязала второй подготовительный ряд. И теперь я буду вязать основной узор. Правую уже не вытаскиваю спицу. А буду использовать спицу 4 мм. Я закреплю маркер. Можно было надеть маркер на спицу. Но так как я буду сейчас провязывать до другой спицы. И у меня здесь маркер не будет закреплен. Он будет выпадать. Поэтому я его в этом ряду закреплю. А уже в следующем я его просто надену на спицу. Значит раппорт узора у нас составляет 6 петель и 4 ряда. Первые 4 ряда в начале провязывания узора у нас будет подготовительные. Эти 4 ряда будут вывязываться по-особому. Мне понадобится счетчик рядов. Он нужен для того, чтобы отмечать какой ряд узора сейчас провязываем. Это очень удобно. Если его нету ничего страшного. Первый подготовительный ряд. В первом ряду у нас идут изнаночная, лицевая, изнаночная и 3 лицевые. Вот петля у нас стоит из левой стенки и правой стенки. Сейчас правая стенка она находится за спицей. Поэтому мы будем изнаночную вязать за заднюю стенку. Вводим спицу за заднюю стенку петли. Захватываем нить от клубка. Вытаскиваем ее. Снимаем со спицы и затягиваем. Далее у нас идет лицевая. Мы ее. Правая стенка. Вот у нас левая. Вот правая стенка. Правая стенка у нас расположена перед спицей. Поэтому мы провязываем за переднюю стенку петлю лицевую. Далее у нас изнаночная. Правая стенка находится за спицей. Поэтому за заднюю стенку провязываем изнаночную петлю. И далее провязываем 3 лицевые. У нас правая стенка. Вот она. Правая стенка находится перед спицей. Мы ее провязываем за переднюю. А здесь уже правая стенка у петли расположена за спицей. Поэтому лицевую мы провязываем за заднюю стенку. У этой петли правая стенка расположена впереди. Поэтому мы лицевую провязываем за переднюю стенку. Далее раппорт повторяется. Изнаночная, лицевая, изнаночная и 3 лицевые. Изнаночная за заднюю стенку. Лицевая за переднюю стенку. Изнаночная за заднюю стенку. И 3 лицевые. Первая лицевая за переднюю стенку. вторая лицевая за заднюю стенку и третья лицевая за переднюю стенку так мы повторяем до маркера я довязала 1 подготовительный ряд узора второй подготовительный ряд значит маркер я пересняла надела на спицу и здесь мы уже вяжем во втором ряду мы вяжем по рисунку изнаночная лицевая изнаночная и три лицевые изнаночная за заднюю стенку лицевая за переднюю стенку изнаночная за заднюю стенку и 3 лицевые за переднюю стенку так мы вяжем до маркера вот и провязала 2 подготовительный ряд поначалу когда вы будете вязать с леской 40 сантиметров кругового вязания вам надо будет вытягивать леску иначе неудобно будет вязать а после того как будет провязана несколько рядов там уже будет вы будете просто уже вязать по кругу и и не надо будет вытягивать так плеску то есть либо вытягиваете самом начале леску либо здесь где-нибудь полотне вытягивайте леску 3 подготовительный ряд мы вяжем также изнаночную лицевую изнаночную и 3 лицевые но в одиночную лицевую которую между изнаночными нигде 3 лицевые а вот именно одиночную лицевую в каждом рапорте в первом и в третьем ряду узора будем провязывать на ряд ниже сейчас покажу сейчас у нас третий ряд и мы ее вяжем так значит первую петлю мы провязываем изнаночную за заднюю стенку и вот на лицевая мы немножечко можем раздвинуть петлю чтобы ее видно было и видите вот на ряд ниже петля и вот в эту петлю мы вставляем спицу и захватываем нить вытягиваем и снимаем спицы у нас столбик вот из-за лицевых одиночных петель он у нас будет объемный такой красивый поэтому мы лицевые так провязываем далее изнаночную за заднюю стенку 3 лицевые просто провязываем за переднюю стенку и повторяем изнаночная лицевая наряд ниже у нас этот одиночная лицевая наряд ниже вот мы ее раздвинули вставляем спицу вытягиваем нить снимаем петлю со спицы и затягиваем изнаночная и 3 лицевые за переднюю стенку так мы провязываем до маркера я провязала подготовительный третий ряд и теперь уже не надо будет не надо вытаски вытягивать спицы теперь уже можем спокойно вязать по кругу четвертый подготовительный ряд мы просто вяжем по рисунку изнаночная лицевая изнаночная 3 лицевые изнаночная лицевая изнаночная 3 лицевые так вяжем самостоятельно до конца далее покажу как вязать я провязала 4 подготовительный ряд и теперь мы вяжем узор первый ряд рапорта узора изнаночную провязываем одиночную лицевую первом и в третьем ряду будем провязывать на ряд ниже так и раздвинуть что видно было и и вот самую верхнюю дырочку мы вставляем спицу захватываем нить вытаскиваем и затягиваем изнаночная теперь трех лицевых мы находим вторую лицевую и находим четвертую дырочку вставляем туда спицу раз два три и вот четвертая дырочка мы в нее вставляем захватываем нить от клубка затягиваем достаточно длинную нить далее провязываем 3 лицевые за переднюю стенку и в эту же самую дырочку мы вставляем спицу захватываем нить вытягиваем старайтесь вытягивать одинаковой длины нити и повторяем изнаночная за заднюю стенку лицевая на ряд ниже изнаночная у второй лицевой находим четвертую дырочку раз два три четыре вставляем спицу вытягиваем нить провязываем 3 лицевые в эту же дырочку вставляем спицу захватываем нить вытягиваем все и раппорт у нас закончился далее вы провязываете самостоятельно до маркера провязала первый ряд раппорта узора второй ряд вяжем все по рисунку изнаночная за заднюю стенку лицевая изнаночная за заднюю стенку вытянутую петлю переснимаем 3 лицевые за переднюю стенку вытянутую петлю переснимаем и далее повторяем все так же до маркера я довязала второй ряд узора третий ряд изнаночная лицевая на ряд ниже изнаночная переснимаем вытянутую петлю провязываем лицевую и вытянутую петлю одеваем на провязанную лицевую лицевая и третью лицевую мы провязываем вместе с вытянутой петлю вместе с вытянутой петлей за переднюю стенку и повторяем изнаночная лицевая на ряд ниже изнаночная переснимаем вытянутую петлю лицевая лицевая переснятую вытянутую петлю одеваем на лицевую провязанную лицевая и третью лицевую мы провязываем за переднюю стенку вместе с вытянутой петлей далее мы все повторяем до маркера я довязала третий ряд теперь переходим к четвертому ряду в четвертом ряду мы все вяжем по рисунку изнаночная лицевая изнаночная и три лицевые так мы повторяем до маркера я закончила четвертый ряд узора на этом этапе я буду убирать дополнительную нить чтобы была возможность померить шапку сейчас мы будем распускать дополнительную нить вот смотрите у нас здесь короткий конец дополнительные нити и длинный короткий конец это у нас начало ряда а длинный это у нас конец ряда мы будем распускать начнем распускать с короткого конца там где у нас было начало ряда И когда мы все вот это распустим, у нас будут образовываться вот такие петли, незакрытые, и мы их будем вытягивать. Вот, то есть вот этот кончик вот у нас будет выходить и вытягиваться, и вытянется, и он где-то у нас здесь будет. Поэтому нужно сейчас найти, где крайняя петля, за которую мы будем тянуть. Вот, если вы, вот видите вот эти бороздки, если за вот, например, за вот эту потянуть, вот, вот она тянет, то есть вот еще одна есть бороздка, значит, вот, а если за вот эту бороздку потянуть, получается, она уже уходит в само полотно. Вот она у нас, крайняя бороздка. Вот здесь будет выходить у нас вот эта вытянутая нить. Мы повешаем маркер, чтобы нам знать, что здесь у нас крайняя петля, за которую мы будем тянуть. И будем распускать дополнительную нить. Мы ее вот так просто вытаскиваем. Смотрите, давай. Вот мы распустили дополнительную нить И у нас здесь образовались такие петли И мы сейчас будем вытягивать эти петли И вот там, где у нас была петля, мы за нее тянем И вот такой край у нас получается Он хорошо тянется Итак, мы провязали 4 ряда подготовительных И 4 ряда основного узора Далее рапорт узора повторяется Первый ряд Изнаночную за заднюю стенку Лицевую провязываем на ряд ниже Изнаночная У второй лицевой В четвертую вставляем спицу Вытягиваем петлю И провязываем 3 лицевые В эту же самую дырочку вставляем спицу Вытягиваем петлю Далее рапорт повторяется Довязала я первый ряд Второй ряд рапорта узора Во втором ряду мы провязываем по рисунку Изнаночная за заднюю стенку Лицевая за переднюю Изнаночная за заднюю Переснимаем вытянутую петлю 3 лицевые за передние стенки Переснимаем петлю И далее провязываем по рисунку Вот мы провязали второй ряд Теперь вяжем третий ряд узора Изнаночную за заднюю стенку Лицевую на ряд ниже Провязываем изнаночную за заднюю стенку Переснимаем вытянутую петлю Провязываем лицевую И надеваем сверху на провязанную лицевую петлю Лицевая петля И провязываем вместе лицевую и вытянутую петлю Далее также повторяем до конца Мы провязали третий ряд Теперь вяжем четвертый ряд В четвертом ряду мы все вяжем по рисунку Изнаночная, лицевая, изнаночная И три лицевые Так вы вяжете до конца ряда До маркера И вяжете на нужную вам высоту Я провязала 13 рапортов узора И дальше я буду убавлять До макушки у меня провяжется 5 см То есть у вас здесь уже шапочка Когда вы ее надеваете Уже должна быть на макушке Уже вот так примерно должно оставаться Всего 5 см убавится Так у нас получается Убавки я буду делать В каждом втором и четвертом ряду Сейчас мы провязываем первый ряд То есть это изнаночная Лицевая на ряд ниже Изнаночная Находим вторую лицевую Четвертую дырочку Вытягиваем петлю Три лицевые за переднюю стенку В эту же дырочку вытягиваем еще одну Петлю и далее мы все повторяем До маркера Я довязала первый ряд Второй ряд Во втором ряду мы будем делать Только убавки И по рисунку провязывать Изнаночную и лицевую Мы провязываем вместе За переднюю стенку Вот смотрите как у нас получается Как продолжение рисунка Далее провязываем изнаночную Вытянутую петлю переснимаем Три лицевые Также переснимаем И повторяем Лицевую и изнаночную вместе Провязываем за переднюю стенку Как лицевую Дальше у нас изнаночная Переснимаем вытянутую петлю Три лицевые За передние стенки И переснимаем вытянутую петлю Все повторяем до маркера Дальше покажу Как нужно вязать Я провязала второй ряд Сделала убавки Сейчас я буду провязывать Третий ряд В третьем ряду убавки Мы не делаем Вяжем так же Как до этого вязали Третий ряд Но единственное исключение Мы уже там Где одиночная лицевая Мы ее не провязываем На ряд ниже Мы ее просто провязываем За переднюю стенку Изнаночную За заднюю стенку Вытянутую петлю Переснимаем Провязываем лицевую И надеваем сверху Вытянутую петлю Еще одна лицевая И две вместе Вытянутая петля С лицевой петлей И повторяем Довязываем до маркера Провязала третий ряд Сейчас буду вязать четвертый ряд В четвертом ряду Будем делать убавки Вот смотрите Нам нужно вместе провязать Изнаночную и лицевую Если мы будем провязывать Вот таким способом То у нас будет прокрученная лицевая Нам нужно продолжение этого рисунка Если мы за заднюю стенку Провяжем Вот тоже будет прокручена Поэтому нам нужно Вот эту петлю лицевую Развернуть Таким образом Чтобы правая стенка Вот она у нас была Впереди Перед спицей А сейчас она должна быть За спицей И вот сейчас Если мы провяжем вместе Лицевую и изнаночную За заднюю стенку То вот она петля Развернется И далее вяжем по рисунку Три лицевые За передние стенки И повторяем Лицевую разворачиваем Таким образом Чтобы правая стенка Была за спицей Провязывая вместе Изнаночной И далее вяжем Три лицевые Повторяем самостоятельно До маркера Я провязала Четвертый ряд Так сейчас вяжем Первый ряд Убавки мы не делаем В первом ряду И первую петлю То есть Одиночную петлю Мы не будем провязывать На ряд ниже Мы ее просто провязываем Лицевой За переднюю стенку Находим вторую лицевую Отсчитываем четвертую дырочку Провязываем Три лицевые И в эту же дырочку Вытаскиваю Еще одну Вытянутую петлю Далее мы также повторяем До маркера Я провязала Первый ряд узора Сейчас будем провязывать Второй ряд С убавками Для этого Первую петлю Мы просто провязываем Лицевой Переснимаем Вытянутую петлю И здесь Мы уже провязываем Две вместе Лицевые За передние стенки Далее мы провязываем Лицевую И переснимаем Одиночную Вытянутую петлю Так мы повторяем До маркера Я провязала Второй ряд С убавками Третий ряд В третьем ряду Мы провязываем Лицевую Переснимаем Вытянутую петлю Провязываем Лицевую петлю И сверху Одеваем Вытянутую петлю Провязываем Вместе Лицевую И вытянутую Петлю И повторяем Лицевая петля Переснимаем Вытянутую петлю Лицевая петля Надеваем Вытянутую петлю На провязанную Лицевую петлю и провязываем вместе вытянутую петлю с лицевой продолжаем так вязать до маркера в этом ряду я буду попарно все петли убавлять и на этом этапе у нас уже лески становится много и поэтому левую спицу вытягиваем провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку так провязываем до маркера следующее у нас по рисунку идет первый ряд но у нас уже здесь без рисунка мы просто будем провязывать лицевой гладью за переднюю стенку до маркера здесь я уже леску примерно распределяю пополам и вытягиваю леску значит с левой стороны и справа здесь вытягиваем и так провязываем лицевыми петлями то маркера после того как мы провязали просто лицевые лицевой гладью далее мы делаем убавки провязываем 2 петли лицевой петлей за переднюю стенку так провязываем то маркера я провязала убавки у меня на спицах осталось 9 петель отрезаем ниточку так вставляя нитку в иголку просто сейчас на иголку надену все петли и буду затягивать так вот я надела все петли на нитку и теперь я просто затягиваю вот такая красота у нас получается я вставляю иголку во внутрь шапки выворачиваю и здесь уже хорошо и затягиваю да вы хорошо затяните и потом сформируйте такой вот узелок можно еще один и давайте еще один для надежности и теперь будем прятать нитку я так просто цепляю забороздки и продеваю иголку и ниточку отрезаю такая у нас макушечка получилась также нитку прячем и в начале ряда вдеваем нитку в иголку и уже внутри за боковые стенки вводим иглу и вытаскиваем отрезаем нитку вот такая шапочка у нас получилась заходите на мой канал душевное рукоделие подписывайтесь ставьте лайк вас ждут новые видео и и Субтитры создавал DimaTorzok